Дорогие друзья, несмотря на то, что Digital Aviation Forum 2018 практически уже закончился, на наши вопросы согласился ответить Григорий Померанцев. Я его приветствую. Это наш в 2018 году хороший гость из солнечной Грузии, который работает заместителем коммерческого директора новой авиакомпании MyWay Airlines, нового игрока на грузинском рынке авиаперевозок. И поэтому, Григорий, безусловно, интересно спросить очень о многом, но мы постараемся его в рамках тематики форума все-таки спрашивать. Это информационная технология. Авиакомпания запустилась, авиакомпания уже летает. С точки зрения внедрения информационных технологий, то есть где вы сейчас находитесь, все ли уже внедрено, или это наоборот процесс бесконечный, потому что появляются новые технологии, новые инновации. Вас очень интересно поэтому послушать, потому что вы только запустились. Да, верно, спасибо. Во-первых, я хочу поблагодарить организатора форума за замечательную программу, программу и также состав участников. Очень интересные доклады, очень интересные темы. Особенно это актуально сейчас для нас, для авиакомпаний MyWay Airlines, MyWay, вкратце, потому что мы находимся сейчас в стадии становления. С одной стороны, мы видим прорывные технологии новые, которые успешно внедряются многими авиакомпаниями и позволяют им добавлять вот этот add-on value, дополнительные возможности, дополнительные возможности доходов и также сервисы для своих клиентов в дополнение к тем базовым технологиям, которые обязаны иметь все авиакомпании. Поэтому для нас это, безусловно, интересно, но в то же время интересно послушать и то, как внедряют авиакомпании или как уже используют те, скажем, общепринятые минимум-миниморум технологии систем, которые должны быть у каждой авиакомпании. Для нас это не менее актуально, потому что мы только начинаем. И ну что можно сказать, что авиакомпания начала полеты целенаправленно, мы начинали полеты как чартер на авиакомпании, именно в силу того, что наши системы еще не были готовы. Соответственно, имея все разрешения, имея команду, имея самолеты, мы хотели летать, начинать летать как можно скорее, не имея, так сказать, систем для того, чтобы можно было эффективно продавать билеты на первых парах, мы обратились за помощью к туроператорам и предложили наши услуги в виде чартерного оператора, выполнили рейсы в Тегеран, в Иран, и сейчас у нас идет регулярная чартерная программа по маршруту Тбилиси-Анталия. Но, тем не менее, процесс параллельно шел калибрацией систем, обучение персонала по инвентарным системам, системам продаж, регистрации пассажиров. В силу того, что компания создана при участии инвесторов из Китая, мы используем китайскую систему Travel Sky, которая по своему функционалу и техническим параметрам очень похожа на систему Gabriel. Эта система позволяет нам заводить рейсы, создавать инвентарь, авиабилеты, управлять данными, продавать авиабилеты, причем продавать как в обычной системе, так сказать, в черном экране, на черном экране, так и имея интерфейс, интернет-портал, через который агентства и корпоративные клиенты могут иметь доступ к системе и, соответственно, бронировать авиабилеты. Эта же система позволяет нам делать регистрацию, производить регистрацию пассажиров и багажа, и также есть модуль revenue accounting, который мы еще не использовали, но вот сейчас, когда начнем уже продажу, соответственно, на чем его используют. Так что вот сегодняшняя наша дискуссия, диалог, в общем-то, проходит в самое такое жаркое для нас время, потому что мы готовы вот-вот, так сказать, нажать впервые кнопку запуска продаж регулярных рейсов через систему Travel Sky. А что касается будущих шагов с точки зрения внедрения информационных технологий, и вообще, в целом, мне интересно себя, MyWay где видит, то есть планируете ли вы продавать дополнительные услуги, то есть расскажите вкратце об этом. Концепция авиакомпании MyWay Airlines в соответствии с бизнес-планом предполагает создание полно-сервисной авиакомпании трансферного типа, то есть это не low cost, это авиакомпания классическое, с бизнес-класс, с услугами экономическим классом, которое предоставляет возможность покупать авиабилеты, в общем-то, с включенными в тариф базовыми услугами. Кроме этого, мы видим большой потенциал в развитии Тбилиси, аэропорта как трансферного авиаузла, используя очень выгодное географическое положение в регионе, в Закавказском, соединяющем многие страны, и, соответственно, здесь тоже вопрос систем, которые могут поддерживать трансферные перевозки, очень-очень важны. В этой связи, скажем, у нас не стоит задача внедрения систем, на примере low cost авиакомпании, которые могут позволить максимизировать выручку от продажи дополнительных услуг. Но в то же время, завершив этап становления и внедрения базовых технологий систем, мы видим возможность внедрения новых технологий и предложения дополнительных услуг, прежде всего, как дополнительный сервис для пассажиров, который, безусловно, может монетизироваться и помочь авиакомпании, скажем, улучшить свои финансовые показатели. Но в первую очередь, мы видим возможность вот к этому классическому продукту добавить наиболее интересные, инновационные, назовем это фишки, которые помогут, которые создадут дополнительные возможности для наших клиентов. Ну, например, живо big data, большие массивы данных. Очень много сегодня говорилось об изучении потребностей пассажиров. Насколько вообще для вас это важно? Потому что у меня лично может сложиться у скептиков впечатление, что это какие-то новомодные фишки, как вы выразились, и как-то забывается об этом сама производственная деятельность авиакомпании, что это как некие перевозчики с точки А в точки Б. Или у меня какая-то устаревшая парадигма, и мир действительно изменился. Потому что у вас колоссальный опыт работы в бизнесе авиаперевозок, и вы, наверное, можете даже рассказать, как эволюционировало это все. Да, да. Вы знаете, да, вы совершенно правы. То есть мы будем внедрять многие технологии, но в то же время для начала вот я сторонник того, что начинать нужно мануально. Учиться нужно в ручном режиме управлять самолетом, системами. И мой опыт личный, он, в общем-то, и на этом основан. Я начинал работать в Минске, в Беларуси в 1996-1997 годах, в скандинавских авиалиниях, в AirBaltic в представительстве. Все в ручном режиме. И это дает возможность, но при этом небольшие объемы. Объемы небольшие, соответственно, они не позволяют каких-то крупных инвестиций. Ты должен делать все вручную. Соответственно, это создает эффективность, дает эффективность твоей компании. В то же время тебе, как сотруднику авиакомпании, дает возможность на кончиках пальцев действительно прощупать, пропустить через себя, попробовать. А потом появляется уже система, и ты понимаешь, зачем она тебе нужна. И у тебя в голове всегда есть мануальный процесс. Но система позволяет тебе, так сказать, ускориться и делать это все эффективнее. Так вот, по сути, для меня этот проект MyWearLines – это такое дежавю. Это, собственно, начало того, что мы делали, создавая, развивая AirBaltic. Тоже начиная все в ручном режиме, импровизируя где-то, внедряя какие-то системы. Иногда, может быть, простые, но эффективные. Иногда, скажем, наиболее прорывные. Я думаю, что есть возможность где-то повторить, но не копировать. Ни в коем случае не копировать, а уже опираться на технологии, которые есть сегодня, базовые. И при этом точечно выбирать те системы, те разработки, которые, может быть, nice to have, что называется, но которые нужны именно тебе, в твоем регионе, на твоем рынке в этот конкретный момент времени. А базовые технологии, они действительно поменялись? Ну, я имею в виду их возможности и так далее. Ну да, безусловно. Или как они были 20 лет назад? Нет, они поменялись, конечно. Системы стали более, так сказать, с одной стороны, упрощают жизнь и работу сотрудников авиакомпании, с другой стороны, они, в общем-то, в определенной степени контролируют, если не контролируют, но держат в определенных рамках. Потому что у меня лично складывается впечатление, что те технологии, которые сегодня обсуждались, что они порой избыточны для перевозчика, что те компании, вендоры, которые ими занимаются, ну, собственно, они как бы их рекламируют, идет их маркетинг, и они как бы делают так, что авиакомпания считает, что это их как бы потребность. Ну, естественно, эти системы зачастую, за ними стоят крупные инвесторы, которые понимают толк в маркетинге и, собственно, понимают, что для успеха нужно это внедрять и продвигать. Это не избыточно, действительно? Это может быть избыточно. Иногда создается такое ощущение, но, знаете что, во-первых, это фактор времени. Всегда что-то новое кажется избыточным. Проходит 2-3 года, и это становится нормой. Это первый фактор. Второй фактор, вот эта иллюзия или ощущение избыточности, связана с тем, что авиакомпании иногда поддаются на, так сказать, соблазн что-то внедрить. Опять-таки, работают маркетинговые технологии. И авиакомпании внедряют или пытаются внедрять технологии, не до конца проанализировав потребность именно в контексте собственного сегодняшнего статуса конкретной авиакомпании и тех рыночных условий, в которых эта авиакомпания оперирует. Поэтому они могут быть не ко двору или они могут быть несвоевременные. На примере MyWay вы можете какие-то там, ну, наиболее такие интересные или интересную вещь, которая не придется ко двору вот на рынке авиаперевозок Грузии? Что-то сейчас приходит такое на ум? Или что может быть интересно, но требует какой-то доработки, дополнительной настройки? Ну, скажем, у нас есть, ну, опять-таки, я считаю, что пока мы находимся на стадии внедрения базовых систем. Ну, вот в качестве примера базовой системы, вот, как модуль Travel Sky интерфейс, так называемый CDP, позволяет, скажем, через интернет-линк агентством, турагентством, либо корпоративным клиентам иметь доступ к системе бронирования через удобный красивый интерфейс. Ну, вот интересный момент, то есть тут тоже такой, мы сейчас пытаемся это анализировать, применять к рынку Грузии, и параллельно мы понимаем, как этот продукт создавался в Китае, и как он используется в Китае, чтобы лучше понимать, как его правильно внедрять на других рынках, потому что есть определенные нюансы. Я имею в виду, скажем, может быть, в большей степени фактор регулируемого рынка в Китае, который позволяет авиакомпаниям, ну, скажем, не применять слишком динамичную систему ценообразования и управления доходами. В то же время на рынке Грузии, который абсолютно открытый, либеральный, скажем, рынок свободный, нам необходимо быть очень динамичными и очень гибкими. И здесь мы понимаем, что эти системы, они хорошие, но их надо адаптировать к реалиям вот этого открытого, очень динамичного рынка, скажем, ну, вот в общих чертах. Григорий, ну, мы все хотим, чтобы получилось все у вас, у авиакомпании MyWay Airlines, потому что должно быть много авиакомпаний хороших и разных. Безусловно, мы ждем авиакомпанию MyWay с полетами в Россию. Я не буду вас спрашивать, когда это случится, потому что я уверен, что все непросто, непросто. С нами был Григорий Померанцев, заместитель коммерческого директора новой авиакомпании MyWay Airlines. Большое спасибо, что были с нами на Digital Aviation Forum. Встретимся в следующем году. Следите за нами в соцсетях, читайте журнал «Авиатранспортное обозрение». Спасибо, Григорий. Еще раз удачи. Спасибо, Артем. Спасибо огромное.